привет друзья давайте поговорим сегодня о нескольких интересных мифах и фактах относительно теста айлз значит мифы их балкование если вы собираетесь сдавать тест айлз и может быть слышали что-то где-то от кого-то и так далее вот кто сам не знает толком чего как и где то мы сейчас с вами разберемся и вас немножко успокоим окей да маленькое замечание я являюсь профессиональным репетитором по подготовке к айлз и другим тестом ну айлз самый распространенный и я помог десяткам людей успешно сдать айлз если вам нужна помощь то переходите по ссылочке в описании на мою страничку ну а там вы разберетесь чего делать миф номер один значит на айлз reading и айлз listening мне снизят балл за неправильное употребление заглавных и строчных факт заключается в том что айлз оценивает ваше владение английским что вы на слух например правильно расслышали да и правильно написали то есть чтобы чтобы правильно было правописание большие буквы всякие заглавные строчные айлз не оценивает хотя бы потому что у многих людей такой почерк что сложно оценить где у него большая буква где у него маленькая поэтому если например ваш ответ какой-то там high street то вы можете на если вы напишите high с большой h street с большой с первое это будет правильно если вы напишите оба слова с маленькой тоже нормально если вы оба слова про печатаете большими такими печатными тоже нормально то есть о больших буквах не переживаю миф номер два на айлз writing мне снизят балл за длинное с есть такое поверье что мы возьмем например с 2 задание если там написано напишите от 250 слов то есть вы должны написать 250 не меньше и до 270 почему-то люди так выдумали значит если больше чем 270 то снизят факт заключается в том что балл вам за большие с одни снизу нравится вам и хочется вам излиться в 280 слов пишем 280 хочется 300 пишем 300 хочется 350 пишем 350 безусловно если вы каким-то чудом напишите с на 550 слов но при этом вы будете обжевывать одно и то же да и повторения какие-то ну то есть варить воду вам за это могут снизить потому что ну потому что нечего повторяться да и варить воду это другой вопрос да а если вы написали классное с ну например на 300 там слов то прекрасно если вы такой плодовитый автор то за что же вас наказывать ну если вы напишите меньше чем 250 или меньше чем 150 на описание графика то вам снизу балл уже точно то есть следите внимательно за минимальным количеством слов а максимальное сколько вашей душе угодно мифик номер три артикли в и и н не учитываются при подсчете слов на айлс в районе факт заключается в том что артиклики учитываются я думаю это хорошо потому что все таки там получается 10-15 словечек в вашем эссе как бы за счет этих артикликов добавляется вот так что артикли учитываются когда будете писать их на бумаге если вы пишет сдаете а на бумаге считайте сами да если вы печатаете сейчас уже последний вот этой версии компьютерная айлса да то то в общем компьютер сам посчитает миф номер четыре если я напишу свое эссе на айлс раи очень красивым таким каллиграфическим почерком да еще курсивчиком таким наклоненным то мне повысят за это был факт не повысят вам за это был айлс не оценивает вашу каллиграфию он оценивает ваше владение английским лексику грамматику структуру но и всякие такие фишки до вашего каллиграфии он не оценивает поэтому чрезмерно не старайтесь если вы пишете старайтесь писательный очень очень красиво если у вас получается вы тратите на это очень много энергии вполне возможно времени внимания не оценивает то есть не снизит конечно за супер красивый но и не повысит другое дело если вы накорябаете так круче чем доктор рецепт что невозможно будет прочитать естественно вам понизят был потому что экзаменатор человек и он не обязан сидеть полдня пытаясь расшифровывать две строчки вашего великого эссе как бы что вы там накропали то есть пишем если вы сомневаетесь своих прописных буквах пишем стараемся такими полупечатными самое главное чтобы было понятно но супер-пупер не стоит вкладываться в красоту потому что не оценивает миф номер пять за супер хорошее супер-пупер хорошее ну-ка скажем так поведение на айлс спикинг мне повысят балл ну что имеется если я зайду поклоны там отобью да потом расшаркаю сделаю реверанс скажу там вери вери он руб мистер мэдам и мсер и так далее вот мне повысят за это балл факт заключается в том что не повысит по идее ну скажем так по закону по правилам айлс экзаменатор не имеет права завышать или занижать вам оценку за ваше поведение на спикинге кроме не дай бог каких-то экстремальных случаев ну если вы там гранату вы будете кидать то конечно вас теста выгонят и все то есть спокойные нормальные человеческие отношения и получите вы свой высокий балл каждый раз повторять многоуважаемая мадам позволите мне посметь вас вам сказать не стоит заискивающий улыбаться постоянно это может кому-то понравится может не понравится до психологический фактор присутствует там где человек что-либо проверяет это неизбежно то есть хотя айлс вот на организация там british council они утверждают что ну так у них вышкали на эти экзаменаторы что ну вот ну вот на микробалл даже не зависит от вашего поведения немножечко зависит то есть если вы где-то понравились экзаменов скажем даже подсознательно он этого может не осознавать вот он вам может конечно полбальчика там немножко прибавить да если не понравились чем-то только убавить но это теоретически может и так происходит но рассчитывать на то что вы будете заискивать и вам повысят балл не стоит не работает миф номер шесть на айлс пикинг если экзаменатор мне улыбается значит скорее всего он не повысит по я ему нравлюсь если же экзаменатор смотрит на меня как голодная горилла на банан то значит скорее всего что-то не нравится и у меня проблемы факт заключается в том что это абсолютная чепуха проверено на опыте лично как мы моими учениками несколько раз я по отзывам их когда мы разговариваем это не бывает такое что экзаменатор смотрит на вас как дикарь одного племени на другое племя перед войной перед военными действиями и вы думаете все не видать ненормального балла потом приходят результаты у вас шикарный балл у вас аж волосы дыбом встают как он же так на меня смотрел вот он просто человек такой его попытались научить образуемый там на курсах что вы все таки дружелюбно смотрите на публику ну да да конечно да ну вот он такой дядька такое у него выражение лица что ну такой такой бабуин и с другой стороны сколько раз бывало что улыбается растекается вот все такое вот а потом приходят результаты но такое что то ну там ну как бы ну явно на балл полтора я знаю что с ниже чем на что способен кандидат вот вам и называется по улыбался и позаискивал и позаигрывал поэтому мораль сей басни такого вы никогда не угадаете что на уме у экзаменатора пусть он улыбается пусть он хмурится это его проблемы ваша задача быть дружелюбным и сосредоточиться на том что вы там фантазируете слишком не надо отвлекаться на его выражение лица никогда не угадает миф номер семь мой дресс-код влияет на мой балл на айл спикинг факт заключается в том что не влияет пределы каких-то человеческих вы понимаете конвенции да то есть не стоит в жару одеваться там в тройку смокинг и так далее золотые часы одевать бриллинг и так далее но не имеет права по идее экзаменатор вам завышать или зажиг зажиг зажать балл за ваш внешний другое дело если вы придете с ведром на голове и дырками для глаз до вместо бюстгальтера у девочек два дуршлага да и в ластах вот и без нижнего белья там да конечно вас скорее всего выдворят с экзамена у вас будут проблемы но это я беру такой крайний случай а так придете в джейнсах по идее хоть спортивных штанов не имеет права экзаменатор вам занижать или завышать балл за ваш внешний вид у вас такой стиль сейчас ныне демократия 21 век на дворе поэтому ну ласты не стоит конечно миф номер восемь на айл спикинг ведется запись моего значит моего первого моего шедевра вот и потом специальная комиссия из трех человек сидят полдня пьют виски и кофе и решает что мне поставить факт заключается в том что ваш экзаменатор ставит вам балл практически сразу же после окончания вашего спикинга сам то есть да вот этот родненький ваш экзаменатор он вам и поставит то что вы там наговорили до запись ведется однозначно на случай если вы подойдите апелляцию то есть вы будете считать что вас убедили не додали вам пальчик и поэтому апелляция для безусловно тогда комиссия специально от кембриджа несколько человек рассматривает ваш спикинг и повышает вам по понижать вроде не понижать могут повысить но но это случается только в случае апелляции а так ваш экзаменатор быстренько поставит вам то что вы заслуживаете по его мнению миф номер 9 на айл сварень намного большие вес имеет второе вторая писанина то есть с writing to факт заключается в том что оба задания пропорционально влияют на ваши на ваш балл то есть как бы средне арифметическая ставится нельзя утверждать что за описание графика условно скажем вас там 25 процентов вашего балла да а за с 75 может быть определенный маленький перевесик есть в сторону с потому что она больше по идее больше вы там можете больше раскрыться свои всякие вот эти грамматические структурные эти стилистические выдать шедевр да ну то есть ну маленький перевес а так то пропорционально поэтому не стоит относиться снисходительно к этому графику да и письмо то на дженрал вот эссе боготворить нет все пропорционально спокойно распределяем свою энергию усилия и на то не на прикольненький миф номер десять на родине значит в россии на украине там белоруссии я получу более высокий балл за палец чем если я буду сдавать его великобританию факт заключается в том лично проверялась на моих учениках ни одна ни одну кратную никогда не угадайте вы где вы какой получите балл айлс по идее одинаковый по всему миру поэтому у меня были студенты которые в россии условно скажем 6 получили да потом захотелось ему пересдать он великобритании пересдал на 7 само содержание reading и лысин одинаковые как вы понимаете то есть тут спикина рейдинг кто вас будет проверять ваш рейдинг тоже мы не знаем как бы и вот спикин мало ли более попадется немножко куда дружелюбный такой более позитивно расположен человек великобритании чем украине там или в россии поэтому никогда не думайте единственный психологический факт это то что если родные стены как бы да если вы москве вот или в киеве в этот тест-центр вы его знаете туда ходили уже как-то вот ну в таком духе вы слышите родную речь вам классно вот девочки родные бегают а если вы допустим в лондоне да то все незнакомое сюда это психологически чистый аспект ну это чисто то что у вас тут а содержание теста абсолютно и оценка так что сдавайте если у вас есть деньги вам хочется увлекательный такой вот тут сделать сдавайте его хоть в дюссельдорфе без разницы вы получите свой заслуженный миф номер одиннадцать если во время айлт спикинг экзаменатор часто смотрит на часы значит у меня проблемы факт заключается в том что экзаменатор почти все время поглядывать на часы у него работа такая у него или у нее человек должен поглядывать на часы потому что им нужно распределить на вас от 12 до 13 максимум минут первое задание второе третят то есть мы поглядывайте он потому что нам если он из вас заслушается теоретически да и потом пропустит ну ты у него будут проблемы поэтому он поглядывали помните наш миф номер Там какой-то да никогда вы не угадаете чего он поглядывать не поглядывать что у него на уме что он вам поставить не старайтесь не пытайтесь потому что вы можете только себя расстроить заранее и избит как бы ухудшить вас спикин совершенно зря потому что mogelijk бывает что он может сократить спикинг если он четко уверен уже в вашей базе То есть, например, если вы знаете, что вы на 7 говорите, он попробовал в третьей части вам позадавал еще дополнительные вопросы, видит, нет, все-таки 7, допустим, 7,5 не будет вам, да? А вы всего, получается, проговорили 9 минут, а не 12 там. Хорошо, он может уменьшить время общего спикинга, потому что он все, он понял, все четко. Да, он будет поглядывать перед этим на часы, смотреть, так, сколько там осталось, чего там как. Ну вот, пусть смотрит на здоровье, не обращаем на это никакого внимания. Не пытайтесь угадывать то, чего вам угадывать не надо. Ну и мифик номер 12. Если я хотя бы раз переспрошу на IELTS Speaking моего любимого экзаменатора что-либо, все, значит, мне будет жирный там минус 5 баллов. Факт заключается в том, что все мы люди, и мы от волнения можем не расслышать что-либо. На английском, на русском, на туарегика, билл, неважно на каком языке. Поэтому, без разницы, если вы что-то там один раз переспросили, или два, это нормально. Конечно, если вы будете переспрашивать 9 раз, через каждые 30 секунд, ну это как-то уже странно, да? Но, если вы один разок переспросили, действительно, может быть, ну, экзаменаторы, ну, язык заплюлся, ну, всякое может быть. Поэтому это все нормально, вежливо переспросили, там, I'm sorry, could you repeat? Ну, тут уже, ну, не в этом дело. Как вы там его переспросите? Он вам улыбнется, по идее, или не улыбнется, и задаст вопрос заново. Ага, вы все расслышали, вы отвечаете. Ничего вам за это не снизилось. За один, ну, два таких вежливых переспроса всегда слышно, когда вы переспрашиваете, когда вы реально не понимаете, потому что у вас слов не хватает, пассивного словарного запаса. Это одно дело, да? А другое дело, если вы переспрашиваете, потому что вы волнуетесь, ну, и вы переволнуетесь. Никогда не нужно распраиваться раньше времени. На IELTS. Окей, друзья, ну, вот такие прикольненькие мифы, вот, и их толкование. Если у вас какие-то есть еще поверье и мифы, напишите их, пожалуйста, в комментариях. Мы их рассмотрим. Может быть, они, как бы, правдивые. То есть, какие-то эти наблюдения и так далее, предсказания, они сбываются. Я желаю вам успеха на тесте IELTS, друзья. Если нужна помощь, обращайтесь. Окей, до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok